Мы поднялись с вами на второй этаж нашего театра. Здесь на одном из самых почетных мест портрет Христины Скалдиной. Этот художник поставил, наверное, самое большее количество спектаклей в нашем театре. Одна из самых известных. Ее работы разлетелись по всей России и хранятся в разных музеях. От музея Образцовского театра до нашего. Сейчас мы с вами пойдем в мастерскую театра кукол и узнаем, как создаются куклы. Пойдемте. Здравствуйте. Здесь нас встречает актриса театра кукол Республики Карелия Светлана Романова. Света, привет. Здравствуйте. Всех, естественно, с праздником. Хочу поздравить. И сегодня я проведу, скажем так, воплотилась в роль художника, декоратора. И хочу рассказать немножко вам о наших мастерских. Собственно, сюда, конечно, редко попадают наши зрители, только если на экскурсию, которая проводится у нас в театре. А она проводится, и на нее можно попасть, позвонив кассу, собственно, заказать, и вам все расскажут. И, кстати, хотела сказать о том, что непосредственно, конечно, занимаются у нас здесь, работают профессионалы. Но я могу сказать, что мы, артисты, тоже помогаем, собственно, и принимаем участие в создании декораций, в создании кукол. Но, собственно, начнем. Расскажу о том, что как же создаются, как же создаются, собственно, куклы. Здесь они рождаются. Конечно, художник с режиссером, когда задумывают спектакль, обсуждают это все, идея. Естественно, художник, он рисует изначально макеты. Ой, эскизы, эскизы. Создает макет уже, да. И эскизы, потом по этим эскизам создают эскизы костюмов артистов, да, которые, собственно, героев. Вот, и уже по этим макетам, по этим эскизам наши, вместе с художниками, наши мастера создают... Конечно, конечно, вот конкретно это эскизы к спектаклю «Стойкий оловянный солдатик». Это щелкунчик, который там. Это вот тролль. Это тролль. Прекрасно, замечательно. Да, 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 да. Это балеринка, так. И, собственно говоря, стойкий оловянный солдатик. Ну вот, и хочу рассказать немножко о том, об этом стойком оловянном солдатике, собственно, о его братьях. Вот у нас тут есть вот заголовники, да. Тут есть вот, собственно, солдатики, они здесь ожидают своего участия. С будущим одного. А у меня вот здесь есть. А, уже есть, уже есть. Вот, и вот хочу рассказать о том, что как же все-таки делается это все дело. Из пластилина, специального пластилина, вылепляется, собственно, вот то, что вы сейчас видите, да. Солдатик. Солдатик, да. Потом он разрезается пополам. И... Вот, смотрите, пополам раз, разрезали. И мы так вытащим. А получится разрезать? В смысле, достать. Вот, достать. Ничего страшного. Ничего страшного, сделаем новую. Ну, в общем, короче, отливается форма гипсовая. И, собственно, эта форма, она надолго, навсегда, можно так сказать. Вот. И в нее потом уже, когда, конечно же, куклы ломаются, они бьются, естественно, это все вещи, они изнашиваются. И создаются новые. И, собственно, из специальный материал придумали. Композитный материал был придуман для этого спектакля, такой ноу-хау, который сделали Лариса Викина, пропадя, художник этого спектакля, и небезызвестный Виктор Антонов. Они придумали композитный материал, вот этот, собственно, он состоит из бумаги туалетной, гипса и одной чайной ложки... Не гипса, ПВА. Нет, гипса. Гипса, да. Одной чайной ложки молока. Все это замешивается, да. И 4 мая, если все будет хорошо, мы увидим на сцене спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Да, надеемся, что это состоится, да. Вкладываем все, что вминается в форму, потом это все вытаскивается. Не вытаскивай, давай это... Да, не вытаскивай, не вытаскивай. Мы поняли, что две формы складываются вместе. Две половинки склеиваются, и получается вот такой вот стойкий оловянный солдатик. А положи, пожалуйста, вот серединку. Серединку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот? Да нет, вот так вот. Вот, чтобы было понятно, что это из двух половинок. вот смотрите да и потом акриловыми красками это все вообще это дело расписывается держи но здесь конечно же создаются не только такие гипсовые формы делаются и шьется из меха поролона на самом деле я хочу знать что рассказать про просто когда я провожу экскурсию и не значит просто расскажу про одну деталь в спектакле очень часто артисты кушают и вот чтобы артисты не становились такими большими большими и это спектакль может идти раз ну 20 например в месяц 20 батонов за 20 дней мне нужно съесть а тут создается такой как это сказать многоразовый многоразовый батон и он съедается вот что-то упало ой это кукла из спектакля щелкунчик который ставил у нас немецкий режиссер фокус если например вы скажете слова раз-два-три и а давайте погода была прекрасна принцесса была ужасна погода была ужасна погода принцесса была прекрасна хотя у нас прекрасная погода и прекрасная принцесса не буду раскрывать секрет приходите к нам на спектакли на экскурсии да и сами все узнаете а ну что ж светлана спасибо спасибо светлана наверное светлых кабинетов но это и не конечно для художников нужен хороший свет